По данным Ассоциации туроператоров России, в октябре 90% бронирований приходится на пять стран Турция, Россия, Египет, Арабские Эмираты и Таиланд. Если за границей стремятся бронировать гостиницы подороже, то при поездке внутри страны россияне напротив стремятся экономить. Самарцы в эти летние и осенние месяцы отдыхали чаще всего в Сочи, Дагестане, в Москве и в Питере. В этом году также Абхазия, неожиданный был рост в связи с тем, что была переориентация, Турция дорогая, она никак не снижалась. Ну и как бы наши туристы поехали в Абхазию и к концу сезона наблюдалась такая ситуация, когда хорошие отели, там же очень много новых достойных отелей на все включено появилось, которые как бы ну а-ля Турция, и эти отели уже были в стопе. И даже такая ситуация была, когда за хорошие деньги приходилось покупать что-то не очень хорошее. Зарубежные туры бронировали реже, чем туры по стране. В основном Турция, Эмираты, Египет, поскольку есть прямые перелеты из Самары. Это же направление в списке популярных и сейчас. Активно бронируются Эмираты, поскольку они доступны по цене в сравнении даже с Турцией. Египет был до последних событий. Сейчас в связи с последними событиями на Ближнем Востоке многие свои планируемые поездки перенесли, либо думают еще, и Египет как бы немножечко отодвинулся. Может он даже и по цене станет дешевле. У кого-то были даже отмены тура, но опять-таки направление не закрыто, естественно, со всеми вытекающими расходами, оплаченными услугами. По Израилю у коллег, компания Red Wings, организованных туристов вывезла. Через Сочи была стыковка, даже некоторые, кто в Москву летит, остались еще пока временно в Сочи, потом отправят. А что касается самостоятельных самых так называемых туристов, конечно, страна не оставит их, будут еще вывозить. Те, кто купил уже путевки в Израиль и не хочет лететь, да, это направление, можно сказать, проблемное, и им вернут все средства, которые были затрачены на путевку. Для самарцев стали доступны и долгожданные туры в Таиланд с прямыми перелетами из Курумыча. Рейсы будут выполняться авиакомпанией Azur Air. Сейчас идет бронирование пакетов. Вылеты первые будут из Самары 8 ноября в Паттайю на 12 плюс 1-13 ночей цепочки такие. Там три раза в месяц получится где-то. И 9 ноября будут первые вылеты на Пхукет. 11 ночей цепочка. По ценам все это больше 100 тысяч, в районе 100 тысяч на человека. Если Эмираты и Турция можно сейчас найти в районе 50, как бы, ну, такой средний, скажем так, тур, то вот это направление будет от 100 тысяч. Гораздо шире выбор у тех путешественников, которые не боятся стыковочных рейсов. Из Москвы можно улететь на Кубу, Сейшелы, Маврики, Мальдивы и многие другие. А из Казахстана есть пакетные туры во Вьетнам. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов.